До первого тура президентских выборов остается месяц. И мы понятия не имеем, кто по итогу окажется во втором. Ни один штаб не может дать гарантии своему кандидату. У этих выборов нет однозначного фаворита. Разрыв между кандидатами слишком мал, а число неопределившихся избирателей слишком велико. Если обобщать, то на этих выборах конкурируют три основные повестки. Повестка войны сосредоточена на идее дрейфа от бывшей митрополии. Символическое обособление, армия, церковная независимость. В соцопросах именно эту повестку озвучивают украинцы, когда речь заходит о главных вызовах, стоящих перед страной. Но проблема в том, что когда речь заходит о проблемах, волнующих самих респондентов, они предпочитают говорить о повестке зубожжения, тарифы, цены, зарплаты. Повестка холодильника именно то, на что решили сделать ставку другие избирательные штабы. Эти кандидаты, например, обещают увеличить зарплаты и уменьшить цифры в коммунальных платежках. До недавнего времени казалось, что противостояние войны и холодильника будет единственным в рамках нынешней гонки. До тех пор, пока на избирательном рынке не появилась третья повестка. Идея которой – борьба со старыми элитами во имя нового народовластия. Ее олицетворяет Владимир Зеленский. Зеленского упрекают в том, что он максимально неконкретен, что его контуры размыты, а обещания абстрактны. Но это не ошибка, это скорее особенность. Потому что любая конкретика Зеленскому лишь навредит. Пока он выступает в роли книжки-раскраски, которую каждый его сторонник раскрашивает самостоятельно. Как только кандидат сам возьмется за фломастеры, окажется, что выбранные им цвета могут не совпадать с тем, о чем мечтают его сторонники. У нынешнего накала выборов есть и еще одна причина. Если обобщать, то страна разделена. По одну сторону баррикад – те, кто считают, что Украина развивается в правильном направлении, а по другую – те, кто уверен, что время сегодня работает против страны. Примирить эти лагеря почти невозможно, потому что представители каждого пойдут на участки выбирать что-то свое. Кто-то пойдет выбирать верховного главнокомандующего, кто-то – борца с коррупцией, кто-то – разрушителя старых правил. У каждой группы свои собственные критерии для выбора, у каждой группы свои собственные представления о приоритетах. То, что принципиально важно для одних, вторично для других. И наоборот. Вдобавок, все это наслаивается на реальность, в которой оказалась Украина. Когда цена ошибки чрезвычайно высока, когда последствия неудачного выбора могут оказаться фатальными, когда насмешливая формула «а то Путин нападет» вызывает смех лишь у тех, кто забыл, что он уже напал. До первого тура президентских выборов остается один месяц.